Друзья, всем привет! С вами я, Софья Ская, и наша программа Actors Talk. Сегодня четверг, я вещаюсь в Санкт-Петербурге, и в гости мы ожидаем очень красивую актрису Екатерину Владимирович. Екатерина Владимирова очень интересный наш гость, не только потому, что она довольно в позднем возрасте стала актрисой, но и потому, что она обучалась также в Лос-Анджелесе, у известных педагогов, у Ивана Чабы и так далее. Я вижу, что Екатерина к нам присоединилась, нам будет очень интересно послушать о том, как сложилась ее судьба, так как до 19-летнего возраста Екатерина жила в Томске, затем переехала в Москву, и очень скорым образом у нее пошла карьера актрисы. Я хочу узнать, каким образом так сложилось, что смотивировала Екатерину на то, чтобы поменять свою профессию. Более того, Екатерина до сих пор занимается профессиональным боксом, и мне очень интересно узнать, как эта специализация, как это помогает ей в актерской деятельности. Так, Екатерина, где ты? На самом деле, я бы также хотела узнать у Екатерины, какова для нее разница между работой в сериалах и работой в кино, а также про театральные проекты и театральные постановки. На самом деле, имея модельную внешность, не так просто, на самом деле, получить роли в России. Об этом тоже мне хотелось бы поговорить, потому что я и сама сталкиваюсь с этой проблемой, и, в принципе, наблюдаю. И вот она, Катя, появилась с нами. Здравствуй, здравствуй, дорогая. Спасибо тебе большое, что ты нашла время на то, чтобы посетить наш лайф, и поделиться с нами своей историей, своей судьбой, которая действительно очень интересна, и начинающие актеры, и мечтающие стать актерами, и, возможно, модели с какой-то карьерой, которые хотят чего-то большего в жизни, послушав этот эфир, смогут понять, какие правильные решения им придется принять для того, чтобы пойти по этому пути. Расскажи с самого начала. Во-первых, привет, и где ты сейчас находишься? Я нахожусь дома вместе с моей милой собачкой. Вот она лежит там на диване, и все ждет, пока ее как можно быстрее за эфир. Спасибо тебе большое за приглашение. Мне довольно-таки интересно, и я думаю, у нас будет занятный разговор, и будут о чем поговорить. Катя, ты сейчас находишься в Москве, правильно? Да. Ты находишься в Москве. Я прочитала о твоей биографии, знаю, что ты сама из города Томска, и что живя там до 2010 года, в принципе, ничего связанного с актерской деятельностью не происходило. Расскажи с самого начала, как юная, очень симпатичная девушка вдруг поняла, что хочет быть на сцене, на экране, и кто этому поспособствовал? Ну, берите попкорн, усаживайтесь поудобнее, сейчас буду рассказывать. Я сибирячка, родом из Томска, но с детства у меня было то, актерское мастерство, театральная школа, художественная школа, музыкальная школа, то есть меня постоянно тянуло к творчеству. Потом я занялась танцами профессионально, я очень хотела быть хореографом, но у меня случилась травма с позвоночником, и я там положила... Хореографом или танцовщицей? Хореографом, то есть я хотела поступить, у нас там есть такой колледж, Кулек, вот мне тогда было 15-16 лет, колледж культуры, я хотела обучать детей танцами, то есть мне понравилось. И получила травму спины, и, собственно, прекратила свои танцульки, и на тот момент уже как раз заканчивала школу, мне нужно было понимать, куда мне вот дальше поступать. Но так как, наверное, способствуют гены, у меня отец кандидат физических наук, мама у меня программист, сестра у меня бухгалтер, я быстренько-бухгалтерненько из репетитора меня догнала и поступила в ДГАСУ, Томский архитектурно-строительный университет. Твои родители никогда не участвовали в выборе, в твоём выборе? Конечно, безусловно, мне мама говорила, Кать, будь экономистом, будь бухгалтером. 30 тысяч рублей зарплата в месяц, зато она стабильная, они же за стабильность всегда, их же всегда пугает эта вот разносторонность, там, когда-то побежать, что-то сделать, куда-то поступить, ну, это страшно, принять решение как-то спонтанное. А для меня... Ну, как-то всё равно мне, как слушателю, очень странно, когда такая яркая внешность, действительно яркая, действительно отличающаяся от всех вокруг, и вдруг говорят, иди учиться юристам или экономистам. Экономистам, никто не посоветует, что это может быть звёздочка какая-то, да, которая может быть и певицей, и моделью и так далее. А кто-нибудь вокруг подсказывала, что, ну, какой из неё экономист? Да, сестра говорила, в принципе, и мама всегда это говорила, она и до сих пор это говорит, и мама сейчас, говорит, вот поступила бы она бы, отучилась бы она там, закончила, осталась бы в Томске. И моя сестра говорит, как раз потом она и осталась бы в Томске и не имела того, что она сейчас имеет. Ну, и я поступила в итоге в этот университет, и там опять же не остановилась, там был КВН, студенческий театр странных миниатюр. Тут я пошла подрабатывать помощником Томады, то есть это на мероприятиях, там, в микрофон что-то там бегала, говорила, непонятно. Ну, то есть всё равно мне когда-то вот что-то вот хотелось мне. Ну, и так как у меня характер достаточно, ну, он несложный, но он вспыльчивый, то есть я эмоциональная, особенно на тот момент и в переходный возраст, я поругалась с мамой, говорю, как есть, поругалась с мамой, и сказала я, мне мама, говорит, не будешь учиться, будешь там поломойкой, там ещё вот это вот, когда родители говорят, да я, да никогда в жизни, и тут покупает билет в Москву спонтанно. Это вот всё, максимализм вот этот, спонтанно. Работая помощником Томады. Никуда. Пять тысяч рублей в кармане, прилетая в Домодедово, такая села, доезжая до Павелецкого вокзала, и присела на вокзале, и сидела, и всю ночь сидела, и не знала, что делать. Обалдеть. В каком возрасте, конечно? Это было мне 19 лет, это 18 января 2011 года, то есть у меня будет в 21 году 10 лет, и я, мне кажется, буду отмечать это. Это очень сильный поступок, поступок как из кино, сам по себе. Ну, может, когда-нибудь, может быть, я не знаю, напишу, это глупость сейчас, конечно, будет. И как разрешилась ситуация? И вот ты одна, 19 лет красотка на московском вокзале. Я, так как я коммуникабельная, у меня никогда не было проблем познакомиться или найти какой-то контакт, или я никогда... У меня всегда были друзья, у меня всегда была большая компания, то есть я всегда... Я общительная. На тот момент в Томске у меня уже было очень много друзей, я звонила своим друзьям. Блин, я вот в Москве, вот есть какой-нибудь там, не знаю... Где ты? Как ты там оказалась в этой серии? Да сейчас там позвоню, узнаю, может быть, есть где, у кого. Ну, там переночевала, там переночевала. Потом устроилась на работу помощником руководителя в Академии Реалити. До сих пор еще там дружим с одним администратором, Димой Диденко, он филмейкером стал. И это как Академия Реалити, это типа Дом-2, там собиралось, там сюжет был какой, собирается 15 молодых людей со своими бизнес-планами, бизнес-проектами и победителю реализовывают этот проект. В принципе, задумка, идея была неплохая, но прекратилась инвестиция в этот проект и все закрылось. Параллельно я думаю, что же делать, что же делать, надо же как-то нарабатывать связи в Москве. Я устроилась промоутером Барбар Бадос на Большой Путенковской Том-5, промоутером также. Микрофон Ёжик, есть Дима Ёжик, Ваня Гуров, ребята. Сложно было устроиться? Нет. Я просто пришла в клуб, раз потусила, два потусила, познакомилась с Ёжиком, говорю, я работаю еще. Ну давайте попробуем. Ну вот попробовали. Потом клуб артиста открывали так же, а потом у меня начались отношения, и я оттуда еще ушла. И в этот момент я думала, что же мне хочется, хочется мне быть актрисой. И понимаю, что, в принципе, уже в таком возрасте, мне 17 лет, и на это есть мое мнение, оно как бы не может быть правильным. Многие идут в 25-30 лет в высшее учебное заведение, в театральное, и учатся там, и учатся там. Но я просто понимала, что я буду занята шесть дней в неделю, на седьмой день я буду репетировать. Это прощай личная жизнь, это вообще прощай все. А надо и деньги зарабатывать, и как это жить. Ну, в общем, я пошла на курсы «Московскую школу нового кино», «Курсы Ли Страсберга», там была у кого она прилетала. Ну, такие вот по кусочкам, по кусочкам. Расскажи про эти курсы. Расскажи про эти курсы. Вот ты приняла решение, что хочешь быть актрисой, и все для этого есть. Уже был опыт небольшой работы, то, что ты описала. Ты попала на курсы вперед. Соответствовало ли то, что ты получила на этих курсах в самом начале с твоим представлением об актерской игре? Расскажи. Я пришла туда в сентябре, я ушла оттуда в январе с «Московской школы нового кино». Почему? Мне не понравился мастер, мне не понравилось. Я ожидала другого совсем. Вот, расскажи о том, что ты ожидала. Почему спрашиваю? Потому что большинство людей, которые нас смотрят, они тоже, возможно, хотят по этому пути пойти. И тоже есть какие-то ожидания. Что может совсем не понравиться, если ты четко решила, буду актрисой. Вот извини, «Московская школа нового кино», она отличается сейчас от той, которая была 6 лет назад. То есть там уже эпидемии другие. И тогда она только-только открылась, и не было какой-то четкой системы образования какого-то, подачи информации студентам. Все было хаотично, беспорядок какой-то был. Ну, в общем, я от этого не впечатлилась, и понимаю, что я еще за это деньги плачу, и я просто ушла. Мне жалко денег встало на это. Я оттуда... Ну, вот это вот хаотично все-таки. Можешь ли ты детально вспомнить, что тебя вот сбило с толку? Потому что, возможно, это норм для театральной академии, как раз за этой хаотичностью все и идут, а тебе она не была принята, так как, может быть, ты более киношная актриса. Ну, это не знание. Как-то знание. Ну, то есть я понимала, что вот в этот промежуток, то есть, допустим, за 3 часа урока можно намного больше вместить информации в человека, нежели... То есть как-то растягивали. То есть такое ощущение было, как будто бы деньги просто усасывали и все. Ну, знаешь, когда просто... Давали больше информации, мало практики. Можно так сказать? Да, нет, да и мало информации даже давали. Ну, как-то все замылено было. То есть я не получила от этого удовольствия. Вот. И потом курсы Лоу Коуна из Страсберга, она приезжала, но они тоже были кратковременные. Они там по 3-4 недели. И что параллельно я делала? Я думала, блин, надо сделать шаурел актерский. А я тогда не понимала, что такое актерский шаурел, и как он должен быть. И мы сняли как трейлер к несуществующему фильму. Называется «Катюша». Его можно найти в Ютубе. А мне очень нравился фильм «Малышка на миллион» к лентеисту, да. А я уже боксировала. Причем... О! Про это! Давайте поговорим про это обязательно, как закончишь свою мысль про твою историю бокса. А я так по чуть-чуть начала боксировать, что-то фильмы про бокс смотреть. Ну, нравится. Я не... Конечно, нельзя говорить, наверное, что у меня есть какое-то мужское начало. Нет. У меня нет, но мне нравится. Хорошая актриса есть и то, и другое. Ну, возможно. В общем, мне нравится стрелять, мне нравится боксировать. Вот это мое. Вот. И я начала боксировать, и мы стали снимать вот как этот трейлер к несуществующему фильму. Сняли его достаточно неплохо, круто реально. То есть прям смотришь, там без половины минуты идет. И там за основу взяли вот этот фильм «Малышка на миллион». Угу. И после этого меня увезли опять на операцию в Израиль. У меня опять спина была... Заболела спина очень сильно. Грыжа вылезла. Увезли меня в Израиль. Я лежала на койке и думала, что делать-то? Сняли ролик. Я давай всем друзьям отправлять. Всем друзьям, знакомым. А я уже достаточно большое количество людей знала в Москве. Ну и так попался трейлер моей подруги Кате Лопес. Кате Лопес передала своему другу Арейку Ганесяну. Это режиссер «Держи у Дородетки», собственно, в котором я потом снялась и сыграла двух близнецов. И вот мы так с ним поднакомились. И вот так я и попала в этот фильм. И это было, конечно, что-то невероятное. То есть это я запомнила жизнь. Это потрясающий опыт сняться. Причем практически сразу главную роль получить. Но до этого у меня... Я снялась до этого... Сериал был такой «Последний мент». Я там играла в футболистку. То есть до этого. Гоша Куценко там снималась. Меня там задушили скакалкой. И я там турпиком лежала. То есть у меня постоянно видимо еще какие-то такие роли постоянно попадаются. Правильно ли я понимаю, что в основном твоя актерская деятельность это твой натуральный, естественный, природный талант, который ты попыталась поддержать какими-то курсами? Но, собственно, эти курсы давали лишь тебе понимание того, что какой материал ты не берешь, играя от себя, у тебя это получается. И параллельно с этим ты сразу же проходила кастинг и довольно успешно. Не всегда получается. не хватает техники, не хватает знаний. И так не должно быть. Но я обучалась, можно сказать, на съемочной площадке. То есть я читала очень много книг, я приходила эти курсы, думала, что что-то там репетировала, снимала какие-то монологи. Но это не то. И в моем случае такой вот путь произошел. Я обучалась на съемочной площадке, так не должно быть. Расскажи, пожалуйста, курсы Ивана Чаба, которые ты проходила в Лос-Анджелесе. Я тоже проходила частично эти курсы, очень уважаю деятельность Ивана, она потрясающий коуч в своем направлении. Изменила ли тебя как-то ее программа? Стала ли ты более глубоко относиться к этой профессии, к разбору сценария? Или все-таки есть момент, когда заходят глубоко в душ и начинают там что-то ковырять, тебе это не очень прикольно, потому что ты все-таки человек, который любит защищаться. Есть про это что сказать. Я с ней познакомилась как раз, когда она приезжала в Москву. Я взяла двухдневный курс. И помню, там задание было. Потому что я хочу, чтобы ты меня любил, любила. Вот это вот первое. Всем учащим... Я делала это упражнение написать письмо конкретное о той мысли, которая держит. Я делала это вслух, громко было. Возможно, это был один и тот же курс. Потом выяснили. В общем, я всем выдала это задание и я начала писать. Я хочу, чтобы ты меня любил. И в это время я написала слово в имя моего молодого человека. Написала два предложения и дальше у меня идет. Он такая подходит. Говорит, не тот человек. И я сижу такая, окей. Пишу, мама, а у всех наши отношения, дети, матери, между родителями и детьми, у нас всегда столько и обиды, и радости. Все из детства, конечно. Все из детства идет. И я пишу, я хочу, чтобы ты меня любила, мама. И тут меня понесло, Остапа понесло, как говорится. На три листа, слезы текут у меня. Вот это все. Я говорю, что это было? Что это сейчас оно было? Я поняла, надо бы к ней пойти учиться. И тут у меня попадается возможность полететь в Америку, благодаря моей подруге, которая там живет, у нее грин карты. Говорит, Катя, тебе надо в Америку, тебе надо, ты должно быть в Америке, я тебя там вижу. Вот прямо благодаря ей я туда попала. Визу я туда приехала, и вот пошла к ней учиться. В первый же день в самолете я знакомилась с девушкой, она пиарщица. Я вот до сих пор не помню, что она там пиарила, но через два дня я оказалась на Paramount Pictures, через два дня. А на третий день пошла на фестиваль, на премьеру короткометражек, в которых режиссер был, господи, Кевин Спейси. И Кевин Спейси сидел у меня вот здесь на сцене, я сидела через несколько рядов, и я просто сидела там 24 года, да ребенок еще, господи, все равно. Я просто на все это смотрела, господи, не могу поверить, что я нахожусь здесь. И думаю, все, я на верном месте. И, ну и началась эта школа несколько месяцев, у меня с ней были также private lesson, мы с ней занимались. И, то есть, в момент он дошел до моей сцены, до разбора, до разбора, и опять же она сказала, что ты сделала не ту замену, отправила меня домой. Я подумала, так, хорошо, опять делаю замену мамы. И я понимаю, что я попала. Мне сложно так копаться. Я не могу под каждой сцены вспоминать вообще какие-то моменты. Да. Или, допустим, я в этот момент рассталась со своим парнем, и тут увидела, как он целовал в фейсбуке, как он там, в общем, целовал другую девушку. И я в истерике, в слезах захожу, вот в аудиторинг, что случилось? Я говорю, вот что случилось. Вот, срочно, срочно, бери вот это вот, и вот прям сцену вкладывай, вкладывай. Конечно, сцена получилась бомба, но потом, когда я вышла, я не хочу личную жизнь постоянно об этом думать, я не хочу это в рабочие моменты, это оттуда брать. Я хочу это там оставить. Поэтому мне сложно. Не могу не сказать, друзья, на самом деле, вот и Катенька, да, и те, кто нас слушает, действительно, система Ивана Чабок, она очень сильная, очень глубокая. Но почему наша компания Real Art Studio преподает систему Сэнфорда Майзнера? Потому что Сэнфорд Майзнер работает от воображения. Мы видим сон, мы представляем себе события, верим в них, но как только заканчивается игра, мы понимаем, что это было все придумано. Это как после плохого сна просыпаешься. В случае со Страсбургом, с Иваном Чабоком очень глубокая работа, очень настоящая, но в то же время большинство людей, которые работают по этой методике, потом заканчивают или наркоманией, или алкоголистическими какими-то моментами. Потому что действительно это очень болезненно и неполезненно ковырять прошлое. Прошлое невозможно изменить. Страдания выходят, стрессовая ситуация. А вот придумать что-то намного безопаснее. Может просто крышу поехать? Можно использовать иногда, когда не получается придумать, использовать. Но действительно, Катя, вы абсолютно правы, что постоянно ходить туда, в это место, это очень-очень неполезно для нашей психической системы. Но стала ли ты использовать эту методику Ивана Чаба потом в своей деятельности? Действительно, в какие-то моменты можно использовать и даже нужны такие нюансы. Но, друзья, вот прошу прощения, перебиваю саму себя. Самое сложное в актерской деятельности это комедийная история. И Катя получила свою основную... Ты говоришь нет, потому что у тебя это не так, это какая-то природная история. У меня так же было, что я в Лос-Анджелесе вдруг поняла комедию и закончила по жанру комедии. Это довольно редкая, вообще-то, очень редкая история, редкий талант. Как ты открыла в себе комедийность и действительно, получив главную роль, самую такую большую, наверное, ты снималась до этого, главную роль, ты сыграла двух параллельных, двух сестер и попала в жанр комедии без особой техники, без вот этих четырех лет обучения в УЗе, без постоянного обучения в разных системах, тем не менее, ты это сделала. Как? Как? Расскажи. Потому что как, как, как со мной работал режиссер. На самом деле, столько слез было пролито вообще за кадром, столько работы, и это все было как во сне. Вот я, допустим, в комедии сыграть мне намного проще. Вот сейчас немножечко отойду, я вернусь. Я во время пандемии, когда она только закончилась, не закончилась, когда в августе, в сентябре я уехала сниматься в Киев, там кое-как границы пересекали, и у меня там был режиссер Александр Моков. Сериал вызывается в прошлом. Я там играла пресс-секретаря областного следственного комитета. Но роль моя была истеричка такая, которая ревнует постоянно. Цего мужика, у меня вот эта истерика постоянная. Я вот это ненавижу, и вот это вот у меня как раз получается плохо. Ну, то есть, для меня там играть было нечего. Нужно было постоянно реветь, нужно было постоянно орать, нужно постоянно. Вот это вот. Мне это просто, мне это как раз давалось тяжело. А сыграть в комедии мне намного проще. Как это всё происходило? Конечно, в день было по куче перегримов, перекостюмов. То, что я Светка, то я Танька, то я Светка, то я Танька. То есть, иногда у меня было, что я в образе Светы, но я иду себе как Таня. Ну, то есть, потому что не успевала переключиться. И команда была слаженная. Всем огромное спасибо. И до сих пор, когда я всех вижу, ребят, которые были причастны к этой работе, я вспоминаю, как, ну, не знаю, как будто я где-то в лагерях была в каком-то, знаете, вот такие вот воспоминания очень, очень добрые. Проекты... Какие требования режиссёра тебя могли деструктировать, что были такие эмоции, слёзы, нервозность. Он давил, каким-то образом вытаскивал. Расскажи про это, потому что действительно это может случиться с каждым. И наша передача, она сделана для того, чтобы люди были готовы и знали, как бывает на площадках, как бывает в первый раз. Извини, пожалуйста, а ты комментарии там читаешь иногда, нет? Комментарии я не читаю, смотрю тебе в глаза. Иногда прочитываю, в начале эфира предупреждаю, предупреждаю, ребят, друзья, мы всё видим. Спасибо, что вы с нами. Кто-то хочет встануть в моих устах и что-то там... Ну, спасибо большое, очень приятно. Да, друзья, чем больше комплиментов, тем женщинам приятно. Но мы ведём нашу профессиональную беседу, которая может действительно помочь начинающим актёрам, тем, кто уже находится в проектах, понять, как это работает. Сильно отвлекаться на наши комплименты не будем, но периодически будем их читать. Так вот, расскажи, пожалуйста, каким образом было давление, к чему ты оказалась не готова именно психологически, и какой был бы твой совет к тем, кто имеет дело с очень требовательной командой на своём, действительно, практически первом проекте? Да, мне сложно было, потому что я оказалась в первый раз в таком центре внимания. Мне было сложно, потому что у меня никогда не было такого количества смен. Мне было сложно, потому что у меня никогда не было такого количества текста. Мне было сложно, потому что у меня не было такого количества перегрима. Мне было сложно, потому что у меня никогда не было режиссёра-армянина. А это горячая кровь. Всё было достаточно сложно. Мне было сложно, потому что там всё равно присутствовали спортивные сцены, так как там есть бокс, он присутствовал, и боксировала я сама, и очень много кадров некоторых сцен нету в фильме. Ну, то есть, боксирую, я помню, что там смен было несколько на этом ринге. А по сути-то, ты понимаешь, как кино снимается. Снимаем-то долго, а в итоге там на 20 секунд кадры. Ну да, ожидания. С учетом того, что у меня в мае операция на позвоночнике, у меня врач говорит, вообще никакого бокса. Лежи, плавай аккуратненько, полюбушачьи плавай, все, больше ты ничего не делаешь. Я в сентябре уже снимаюсь и бегаю, и боксирую. То есть, я перед собой поставила выбор, то есть, либо сейчас, либо никогда. Либо я рискну, либо нет. Я вообще, в принципе, такой человек, я всегда себе бросаю вызов. Мы закончим эфир, я иду в бассейн, я себе сегодня вызов поставила про путь полтора километра. Не проплыву, уважаю себя от пристана. То есть, я живу по таким принципам. Конечно, пандемия, она расслабила булки, так скажу. И, то есть, в апреле, я вообще думала, что дальше с актерством? Что дальше будет? Расскажи, как для тебя прошла вот первая волна пандемии, когда все занимались какими-то проектами. Был ли какой-то проект, который пришлось переостановить из-за того, что случилась такая история? И как ты провела эти месяцы? Даже там сколько было? Две обязательных недели. Я уже забыла ощущение, что было в другой жизни. Был очень тяжелый период. Поначалу, конечно, тяжело. Но я параллельно меня отвлекала. Я же в том году пошла в высшую школу, ну, не экономики, а в высшую школу киноарка. Я пошла учиться на продюсера. То есть, мне завтра должна выдать диплом продюсера, но из-за того, что в вышке опять карантин, нам не могут никак выдать диплом, и в следующем году уже буду его получать. Я пошла учиться на продюсера, и у меня было дистанционное обучение. Меня это как-то отвлекало. Параллельно я начала писать свой сценарий. То есть, я как шоураннер выступаю и пишу сценарии вместе со сценарной компанией Stardust. Постоколитический сериал про пандемию, только уже, которая после-после-после. Но при этом я начинала про это писать. То есть, у меня там не про зомби, а про абсолютно новый биологический вид человека. У нас такие референсы, как «Игра престолов», как «Планета обезьян». То есть, это сериал на 8 серий. Получается достаточно интересно. Мы очень много работаем над ним. И у меня идея пришла где-то полтора года назад. И вот мы её постепенно раскручиваем. И вот писать... Это в обучающей программе, правильно? Или это действительный в итоге сценарий, который будет экранизирован? Да, конечно. Конечно, конечно. То есть, я начала сначала, думала, как дипломную работу сделать на продюсера, там взять какой-нибудь тизер, короткий метр. А потом поняла, что я лучше эти деньги впихну в... В глобальный проект. В продукт. В глобальный продукт. И вот сейчас мы заканчиваем писать пилотную серию. И потом будем пичинговать. И также показывать. Как интересно. Всё-таки не только актёрская, но ещё и продюсерская. И сценарная деятельность подключились к нашему разговору. Это очень серьёзный разброс. Что нравится больше? Вот ты пошла учиться и всё-таки дальше не по актёрке ещё развиваться, а уже в актёрке я поняла, чего там мне не хватает, чего хватает. В принципе, справляюсь. Интересно писать, потому что плохие сценарии присылают в виде кастинга. Напишу-ка я что-нибудь сама. Нет, я там сама напишу. Я написала там какую-то... Как идею дала. То есть у меня была задумка. И просто попадала заявку. И уже там по моему скелету начали всё собирать. И почему я туда пошла на продюсера? Ну, потому что в какой-то такой момент ты понимаешь, что у вас... Ну, если что, а ты пришла? А ты, конечно. Да, да. У нас профессия такая, она зависимая. То есть ты сейчас зависишь от продюсера, ты зависишь от время года, ты зависишь от того, ты зависишь от того. Ты сегодня-то и заработала, потом ты можешь сидеть полгода курить бамбук, и нет зарплаты никакой. Ну, то есть она такая неопределённая, она очень сложная в этом плане, большой... Конкурентность просто невероятная, она высокая. И я подумала, что так как я не хочу уходить совсем из кинематографа, быть более интегрированной в него, поэтому я пошла учиться именно продюсеру, чтобы как-то принимать участие в съёмочном процессе. То есть мне хочется создавать что-то. Поэтому, конечно, когда буду предлагать свой продукт, то есть я не хочу продавать сценарий, то есть я отдаю сценарий, но, допустим, чтобы я выступала как креативным продюсером и принимала участие в съёмках и исполнила какую-нибудь роль. Прекрасно. Действительно, проект под себя в нашей стране это очень актуально, это действительно зачастую имеет большой успех, и многие актрисы думают об этом, и абсолютно Катя права, действительно, то, что сейчас происходит, очень сложно только на этой профессии выжить, даже практически невозможно. Так вот, за период пандемии выходит твоё обучение, твоё посещение новой сферы деятельности. А что касается проектов, приходили ли к тебе кастинги? Да. Снялась в одном сериале называется «Любовь в нерабочую неделю» у Сарика Андрея Асяна, причём достаточно интересные съёмки были. С новыми правилами, правильно? то есть я была с новыми гремён, сама себе визажист, сама себе ассетик, ну, то есть всё сама себе там сделала, и на кухне, в пижамке, то есть я играла там подружку главной героини, Елизавета Моряк, и со мной созванивались по телефону, со мной уходила в туалет, и с ним там советовалась, разговаривала по телефону, и там на телефоне я, то есть поставили камеру, по фейстайму мне звонили, и как бы оттуда снимали. Мне кажется, достаточно интересный опыт, необычный. Потом у меня вторая смена была, то есть я там сразу предупредила, что мне там в эти дни не будет, и мне про смену ничего не сказали. Я улетела в другой город. В пандемию полетела в другой город, всё-таки решила? Не полетела, а на машине мы проехали здесь, ну, просто по привычке. И мы там, сидя в доме, там в беседке, там на природе жаришь штуки, и мне говорят, Катя, срочно, завтра у тебя смена. Я говорю, как смена? У меня здесь не сети, ничего нет. И кое-как там просто половили связь, там, вот, и что-то 3G хоть как-то было, и вот так вот мы созванивались, конечно, и так же, конечно, ну, это интересно, ты сидишь дома, тут ты жаришь шашлыки, тут ты снимаешься в кино. Поэтому я там снялась, конечно, вот. И всё, больше ничего не было, а потом, когда пандемия закончилась, по пробам прошла, этот проект в плену у прошлого и ездила в Киев, то есть на машине, через Бачинск, через границу, ой, ужас, как вспомнишь, конечно, там всё равно не всех пропускали, многих разворачивали, потому что сейчас тяжёлое время, и в принципе Украина, Россия, это достаточно всё между ними происходит. Вот, поэтому, но я рада, что хотя бы такой проект произошёл, и удалось и заработать, и опыт получить, познакомиться с Александром Моховым, режиссёром, который восемь лет был педагогом, и я с Олегом Тупаковым сколько проработал вместе в УК Уборку, и сколько он мне советов давал, и как он мне помогал, и он мне, конечно, многому там научил всё равно, как и работать в кадре, то есть у меня постоянно, некоторые сцены хорошо получались, некоторые сцены он мне прям за ручку уводил, там, говорил, подсказывал, а всё потому, потому что он знает, как с актёром работать, и вот, повторюсь, восемь лет преподавал, поэтому он там видит какие-то зажимы, он помогает, а так как нету постоянных съёмок, нам нужна постоянная практика, зажимы у меня присутствуют, то есть я профессиональная актриса, хотя должна говорить, я ещё пока не профессиональная актриса, и себя такой не считаю, то есть у меня ещё расти, и расти, и расти, потому что... Катя, на самом деле все профессиональные, действующие актёры всегда должны тренироваться, и мы создали, наша компания Real Art Studio, создали курсы актёрского мастерства по системе Сэнфорда Майзнера, который сейчас запускает Zoom-обучение на русском и на английском языке по прохождению кастинга, где мы даём материал известным актёрам, начинающим актёрам, которые имеют просто возможность работать и разбирать вместе со мной, с педагогом актёрского мастерства, уже 8 лет мы работаем над этим, и с другими нашими приглашёнными, с зарубежными педагогами, обязательно ждём тебя у нас в Zoom, я сама также беру время и также работаю, потому что это необходимо для нас, мы должны постоянно тренировать свои мышцы и постоянно быть в разогретом состоянии. Это действительно очень-очень важно. Я не от тебя, потому что я бы с удовольствием хотела попасть на это. Спасибо. Кать, скажи, а что происходит сейчас, вот на данный период? Работаешь ли ты над каким-то проектом? И расскажи, пожалуйста, что ты думаешь о театре? Как киноактриса, когда-нибудь думала ли ты о театре и хотела ли ты попробовать себя как театральная актриса? Может быть, о мечтах? Что это может быть в реальной? Сейчас происходит, я пишу в сценарии, пытаюсь у себя, наверное, в голове всё разложить по полочкам и поднять свою, наверное, попу с дивана, потому что, повторюсь, меня пандемия подрослабила. То есть я была в таком непонятном состоянии, что делать дальше, как дальше быть, потому что сейчас снимают меньше, проб меньше. Поэтому у меня сейчас цель дописать сценарий, потому что там работы делаем реально достаточно много. Это не сценарий короткого метра написать, это сценарий на 8 серий. И дальше продумать план, как мы будем двигаться дальше. И, ну, конечно, искать пробы, работать дальше с агентом своими и искать пробы, как-то дальше проходить. Сейчас я жду, конечно, ответ от одного проекта, там, как получится. Вот. А по поводу театра, мне нравится ходить в театр. Но сам театр меня не привлекает. Валсад. Мне было бы тяжело играть одну и ту же роль постоянно. Я не то, что человек непостоянный, но мне сложно фокусироваться на чем-то одном. То есть мне хочется и там, и сям, и там. Плюс, когда ты в театре, у тебя определенный график, ты заложник, ну, как, да, заложник театра. То есть там ты работаешь, и все, ты не можешь там где-то сниматься, ты ничего не можешь делать. Ну, сочетают съемки кино и театра, но ты абсолютно права, это совершенно другая жизнь. Ты уже становишься заложником их правил. И на самом деле театральные актеры очень отличаются от актеров кино, потому что они всегда предпочитают именно вот эту атмосферу театра, этой классики, этого настоящего. Ну, а как же работа в сериалах? Ведь они тоже довольно тянущиеся, и ты действительно тоже там играешь, в принципе, одного героя. Не боишься ли ты сериалов? Если бы тебе предложили роль роль в каком-то действительно долгом сериале, как вот то, что снимают у нас на ТНТ, например, там Саша Таня или еще что-то, ты бы отказалась или согласилась бы? Какое твое мнение? Ой, наверное, если у меня будет такое предложение, конечно, нужно все взвесить за и против, потому что можно быть опять тогда заложником этой роли. То есть ты тогда будешь ассоциироваться там как вот Кузей все, вот Кузя вот. Друг наш ближайший, также брали мы эфиру Кузя. Да, мы с ним тоже обсуждали, именно поэтому я, в принципе, и задаю этот вопрос. Есть риск, но также есть риск, что и не предложат вообще потом ничего. Да, и ты остались без работы, а тут ты хотя бы будешь работать, и будешь себя развивать. Ну и, конечно, ты же не играешь каждую смену, одну и ту же сцену, как в театре ты пришел, и вот и до, вот начало до конца ты тоже сам проиграл. Конечно, там каждый спектакль, они всегда, они все по-разному играют. Но... Ты сыграла не в одном сериале. Расскажи, как проходили, как проходила подготовка к проекту сериала, а затем в сравнении к полному метру, чтобы и зрители наши тоже могли понять, в чем отличие. Ну, допустим, подготовка к сериалу вот к последнему в плену прошлого. Так как я там играла роль истерички, я не готовила, как готовилась, вот тексту готовилась, дома на самом деле репетировала, то есть, да, и перед зеркалом стояла, истерила, и если происходили у меня какие-то конфликты, я пыталась их даже запомнить, то есть, вот такое, то есть, мы как шизофреники, актеры на самом-то деле, что же иногда бывает, происходит какая-то ситуация, мы же наблюдатели, нам постоянно надо наблюдать, за собой наблюдать, какая-то ситуация стала происходить, так, так, запомните чувства, они пригодятся. Конечно, всегда их забываю из своего ящика вытаскивать, очень часто, но пытаюсь это все запомнить. Допустим, моя подготовка к полному метру Enemy Lines, где я снялась, это британский фильм про Вторую мировую войну, Биргар Польши, 1943 год, там главную роль сыграл Эдуэстрика, он известен по сериалу Сплетница, у меня были огромнейшие надежды на этот фильм, я думала, ну все, я снялась в этом, вот как обычно, все, и все, это тот самый фильм, который сделает мою коридорию. Достану просто, но обалдеть же, все равно это фильм, фильм вышел в мировой прокат. Конечно. Я, конечно, расстроилась, потому что я представляла себя на примере Enemy Lines, как я прилетаю в Лондон, иду по красной ковровой дорожке, меня фотографируют, я такая вся красивая, очень хотелось, мне это потрогать. Так что пошло не так? Пандемия. Выпустила я. Пандемия. Фильм готовился к 75-летию, и к 9-му в России тоже выпустили. Ты думаешь, что они закроют, заморозят проект, или это уже так и произошло, и не будет продолжения? Пошло, его просто выпустили на Netflix, он в Британии занял пятое место, по-моему, то есть он там, там же рейтинг, в какой-нибудь, я помню, когда его выкладывали на Netflix, он занял пятое место, и у нас его выложили на Иве. Всё. Катя, скажи, вот мы затронули тему иностранных проектов. Как твой второй язык? Были ли у тебя когда-нибудь мысли о том, что нужно сниматься там, ну или хотя бы сделать так, чтобы и за границей, и на Западе знали, что существует такая актриса, с абсолютно не российской, а скорее европейской внешностью, которую также приглашали бы на кастинг. Действительно, я брала интервью у Брэда Ратнера, известный режиссёр, и мы очень, очень интересный разговор, я рекомендую тебе посмотреть у нас на Ютубе, друзья, и вам также там, пока он в открытом доступе, очень скоро мы закроем все эти эфиры, потому что они имеют грандиозную ценность, но пока они в открытом доступе, посмотреть с переводом, где он рассказывает о том, насколько на сегодняшний день актёрам проще, проще в том плане, что мы действительно можем записывать селфтейпы, мы действительно можем вести стримы, читать различные, абсолютно мы можем распечатать сценарии абсолютно любого телевизионного сериала и попробовать пройти кастинг, как это делают в Америке. Бери и сделай, как говорится, просто бери, все, и не останавливайся. Да, думала ли ты об этом, бралась ли ты действительно, как вот в бассейне полтора километра, что вот в течение недели я сейчас создам себе американские или европейские демо и разошлю его по вот в интернете, наберу, узнаю про агентов и отправлю туда. Думала ли ты об этом, если нет, то почему? Наверное, неуверенность, она все равно присутствует, плюс все равно я не знаю так хорошо английский язык, и надо бы им заняться. Это опять же, это про то, что нужно поднять свою пятую точку с дивана и начать дальше видеть. Все, Кать, тебе точно к нам в ревардские, потому что... ни в коем случае актер должен быть жажден своей профессии, он должен постоянно вот что-то вник, просто постоянно что-то впитывать, он не должен предавать свою профессию, потому что профессия этого не простит. Нельзя позволять себе валяться на диване, даже с книжками, просто нужно быть постоянно в форме, нужно постоянно за собой следить, нужно постоянно себя развивать, развивать свои навыки, как и сценическая огневая подготовка, как и спортивная, то есть я сейчас практически стрельбой увлеклась, я понимаю, что, допустим, мне это может пригодиться, в фильме с удовольствием сыграла как спецагента или киллера, мне просто очень хочется, мне прям хочется. И там, вот, допустим, на Enemy Lines, когда я отправляла пробы, у меня была там сцена с пистолетом, то есть я сначала пыталась понять вообще, что это такое, что это пистолет такой, чтобы поддержать боязну, чтобы мне было страшно, познакомилась с ним, позанималась, и пробы были на английском языке, а у меня английский разговорный, то есть у меня он не профессиональный, и когда я, допустим, была на съемочной площадке, мне вообще в момент, мы снимали это все в Минске, на самом деле, то есть там режиссер, она из Лос-Анджелеса, Надежда Гуселенкова, но она сама из Минска, поэтому все снимали в Минске. И помню, когда я оказалась на съемочной площадке, я вообще своим глазам немного появилась, то есть здесь стоит Эдуэстик, здесь стоит Томвизда, там 300 спартанцев, Ганнибал сериал, тут еще ребята, тут Эпифанцев подъехал, Кирилл Плетнев, там Саша Знатопольский, я такая стою Сара. У тебя выбивают вот все эти, да, штуки, ты еще не чувствуешь себя на своем месте там. Да нет, я там чувствовала себя на своем месте, но я была в шоке, то есть я была в таком шоке, и вот как раз я думала, что все, вот этот проект классно, и, конечно, когда, допустим, у меня были сцены на польском языке, а я не полячка, то есть, допустим, повинище заразумить, живое на трва, там уже уратовывать и жить, и вот как бы я это выучила, до сих пор это помню, слышу, скажет, господи, понабрали по объявлению, ну вот, поэтому, когда это я все, конечно, учила, я зубрила эти слова, я вообще-то не поняла, ну как, ну почему, взяли бы тогда полячку, и плюс мне нужно было еще на английском языке говорить с польским акцентом, и вот тут, конечно, и были проблемы на съемочной площадке, там некоторые, я все равно у меня говорю, так, дайте, пожалуйста, извините две минуты, я повторю этот текст, и не исчезла, говорю, и потом в итоге все равно не смогли на Польшу продать, и именно польский язык не озвучили, потому что поляк увидит, это как сейчас у нас бы кто-нибудь русского бы истинного бы играло и говорил бы там, не знаю, с очень сильным акцентом, никто бы не поверил. В западных фильмах действительно это очень важное правило, что тот язык, на котором ты говоришь, или ты изображаешь героя, который приехал там из Техаса, должен говорить, с техасским акцентом, из Нью-Йорка с нью-йоркским акцентом, там на каждый штат и на каждую семью по акценту. Действительно, не просто актерская профессия, да, не только переключаться эмоционально, запоминать текст, но и соответствовать своим голосом. У них в этом смысле очень-очень строго. И да, помню, также были проблемы, когда проходила кастинги и на роль с Мэттом Дэймоном, там девочку-балерину искали, вот тогда и агенты проходили, наверное, они говорят, София, вы талантливая актриса, but we can't understand anything you're saying. прям вот эта вот фраза первые два года в Лос-Анджелесе меня преследовала. Я помню, что практически никаким талантом и техническими возможностями невозможно получить роль, если ты не владеешь языком. Сколько лет ты прожила? Девять лет. Девять лет. С девятнадцати до двадцати семи лет я жила, училась в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Собственно, актерская моя деятельность началась оттуда. На тот момент я была просто балериной. И мы с тобой очень похожи, именно своей физической даже вот любовью. У меня было около четырех боевиков, в которых я снялась, используя балетные навыки. И, конечно, действительно, я читала растяжка, удар, вот я могу стоять, человек сзади подойдет, будет удар по голове ногой, очень эффектно снято. Есть фильм «Белый лебедь». Да, и действительно, не так много актрис обладают возможности физической деятельности. И в боевиках не нужно так хорошо знать английский язык. внешность, талант, умение драться, а те фразочки типа «I'm gonna kill you right now». Их можно выучить. Если что, такие можно заучить выражения. Катенька, наш эфир подходит к концу. Инстаграм дает нам всего час, и по традиции нашей передачи большое тебе спасибо, ты украсила наш эфир, рассказала очень много интересного. Я надеюсь, что у нас будет возможность встретиться повторно, прочитать все комментарии, рассказать еще о себе, о проектах, об успехах. Присылай, пожалуйста, видео, свои демо, рил, чтобы мы могли выложить следовую историю, чтобы ребята посмотрели картины, в которых ты участвовал. Я еще более подробно, конечно, хотела поговорить про комедии, в которой ты сыграла две совершенно различные роли, но, возможно, это и хорошо, что мы перенесем этот вопрос на следующий эфир. Я буду иметь возможность целиком посмотреть эту работу и говорить об этом будет, я думаю, еще более забавно. Итак, по традиции нашей передачи... Это совсем молодая и зеленая. Ну ладно. Но, тем не менее, это было, и это действительно очень талантливая первая работа и комедия. Друзья, как бы ты ни была согласна, потому что у тебя к этому талант это действительно самый сложный жанр, который дается не всем. Итак, по традиции нашей передачи скажи нам, пожалуйста, три совета от себя. Для тех, кто мечтает об этой профессии, но чего-то боится, как решиться и как все-таки найти себя и верить в себя и для начинающих и для не начинающих от себя. Дай нам, пожалуйста, три совета. Во-первых, опять же, извиняюсь за тавтологию, поднять свою пятую точку с дивана и начать хоть что-то делать. быть опытливым умом, быть любознательным, читать очень много книг, пойти учиться, пойти на какие-то даже курсы, которые смогут побороть свой страх. Просто есть талант, ты хочешь, но ты боишься, боишься. Вот есть такие люди, вот они талантливые, а вот то сказать не могут. Вот они там наедине с самим собой, они там в душе поют, у них вот то и всё. Выходят обояться, побороть свой страх, быть трудоголиком, опять же, не предавать. Если ты выбрал эту профессию, то иди до конца, не стесняться, потому что это не та профессия, где нужно стесняться. И своё стеснение нужно побороть. Ну, не бояться быть упертым и работать. Правда, не бояться просто. Если не попробуешь, ты имёшь, твоё это или не твоё. Вот и всё, наверное. И развивать свою науку. Спасибо большое. Замечательный, душевный, чистый, честный разговор. Ещё раз я очень сильно тебя благодарю за твоё время и буду ожидать тебя в течение ближайшего времени на повторный эфир. Позвоню тебе в личку, поблагодарю ещё раз. С нами была Екатерина Васильева. Владимирова. Владимирова. Спасибо. Что это у меня? Екатерина Владимирова. Я заглядилась только сюда. Екатерина Владимирова. Замечательная актриса. Екатерина Владимировна. Нет, Владимирова. Это действительно особенно. Это более как-то по исторически звучит, более аристократичный. Екатерина Владимирова всё-таки. Потрясающая актриса, модель, боксёр и очень целеустремлённая девушка. Спасибо тебе ещё раз. Я с тобой прощаюсь. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...